дорогие друзья и зрители нашего канала смотрите как красиво все в зелени все великолепно а почему а потому что это сочи краснодарский край и с вами как обычно ваш папа стукат дмитрий эксайлович консультант по подбородивности в городе приподнял до хруста поезжал поцеловал крепко-крепко слушайте ребята на самом деле вот каком районе города сочи лучше выбрать себе жилье либо квартиру да ну просто риторический вопрос так крайне риторический посмотрите сейчас мы едем по мацесте красота как коровы му мои буреночки идут красоточки потому что это сочи понимаете это сочи краснодар сестри он к малышка ну по шуте это же мацеста же элитный район я тебя прошу ну ходи по пешеходному переходу хотя бы роднулечка и значит мацеста да вот вроде смотрите равнимко красиво да но все классно подороже здесь будет да где чем где-нибудь там на барановке или в каштанах а спустите почему подороже например частный сектор давайте только частный смотрите береги квартирничек вот справа долго не могли вести в эксплуатацию очень долго господа на измайловской даже как измайловский долго не могли издалека конца и края нет не могли сдать их немеренное количество времени наконец-ки сдали добились коммуникации подгрузили ура товарищи именно здесь есть лайтовые лайтовые цены на квартиры да измайловская улица пожалуйста нет проблем чтобы было понимание вот отсюда до центра допустим до улицы например там ну не знаю возьмите бойкова фрс федеральная государственная служба ехать сколько вы бы подумали думаете прям долго господа 30 минут от каштанов до морпорта 30 минут от измайловского жека 30 минут отовсюду 30 минут сочи это 35 минутный город так и называйте сочи 30 минут к вопрос кому-то заходит мацеста кому-то мацеста не заходит я объясню мне изначально когда приезжал три года назад первый раз и меня знакомили с этим райончиком здесь есть наши жилые комплексы апартаменты и квартирнички есть жилой комплекс который мы сейчас будем проезжать господа значит тоже там кстати есть квартирки у нас с ремонтом и без ремонта достаточное количество вариантов если вы хотите жить на мацесте пожалуйста что мне нравится в мацесте мне нравится мацест что вот смотрите мы едем сейчас с вами уже по улице сейчас чекменева которая плавный переслать правой стороны у нас здесь футбольная школа измайловская переходчик меню но это если по дороге мы соответственно море до моря здесь рукой подать равнина круто с левой стороны речка которая недавно помните вышла из берегов но она там немножко вышла в сторону камелий который так и никогда видимо не достроит вот мне нравится равнина горы красота зелень равнина это мне нравится что мне не нравится господа мне нравится то что в начале значит что касается запаха запаха типа как говорят туристы канализации она же запах сероводорода от лечебницы так далее меня это не напрягает абсолютно запах действительно присутствует сказать чтобы этот запах был какой-то там катастрофический бред обычный завтрак обычный запах ничего сверхъестественного в какой-то момент вы его проезжаете все запах исчезает нет проблем а вот просто от слова совсем нет проблем а вот поэтому равнина плюс запах мимолетно проходит это как мимо морской симфонии проезжаешь вечерами днем нету там запах вечерами при не проезжаешь запах канализации периодически периодически но он там внизу когда вы проезжаете морской симфонии если вы будете непосредственно у себя в квартире вы этого запаха не почувствуете иначе бы столько народу никогда бы там не жили не в морской симфонии 1 2 него не жили бы в касабланке недавно тоже квартиру касабланке продали не жили бы люди там потому что там нет запаха господа ну когда ты проезжаешь по ленина улице ровно посередине между низом и верхом курортного городка какие то есть запах значит поэтому запаха нету сейчас проехали школу детский садик детский садик и школа есть бед лечебница для кошек собак есть я сюда привозил money и не раз с левой стороны сейчас смотрите рынок вот видеть вот это рынок но ярмарка выходного дня открывается с пятницы по воскресенье есть все классно здесь колбасы фрукты ежедневно продают не закрываются много еще раз говорю аптеку сейчас справа будет магнит везде пятерочки магниты мясные лавки чё только нет минус один услышит минус да и кстати классную набережную построили вдоль речки где можно гулять кататься на самокатах дышать воздухом заниматься спортом все хорошо на моце есть его справа смотрите магнит какой большой косметик магнит просто магнит все здесь есть минус минус за господа это пробки сезон когда начинается начинаются пробки вот вы видите я еду в сторону моря еду спокойно а здесь уже стоям господа мы бывали такое что здесь по часу приходится стоять движение она двигается за часу двигается с левой стороны ст Cavem ацессийская лечебница но здесь она двигается двигается потихонечку двигается двигается но но вот как -то вот бывает стоит бывает стоит и вот это мне не очень нравится что когда вот стоит понимаете а вот поэтому такая вот господа а так вот это вот допустим мы сейчас с вами налихал collection Хэма, да, уже оказались. И вот Олею Чунтохэма мне, о, сейчас помозочку проезжаем, а с правой стороны как раз это набережда, которую построили, с левой стороны просточки, и здесь мне, конечно, нравится. Нравится, господа, безумно, потому что здесь едешь, и здесь все вот так вот в зелени, ну реально все так вот, знаете, там красиво, аккуратно, ну прям, вот смотрите, прям едешь, справа и слева вот этот, все время эти деревья, и весной, и особенно, конечно, осенью, когда немножечко листва так уже, да, из густого превращается в такой, чуть-чуть, может быть, слегонсатом, но не пожелтевшим, такой, произойдется оттенок немножко желток, иногда на некоторых растениях. Это смотрится безумно красиво. Такое ощущение, что вы на какой-то там главной аллее, то есть аллея Чунтохэма, действительно, она вот впечатляет. Вот все, что мы сейчас едем, с правой стороны, на протяжении всего этого времени, что мы будем ехать до Курортного проспекта, вот это все набережная, то есть все это я еду, а с правой стороны набережная, сейчас проехали, с правой стороны церковь, с левой стороны сейчас проехали аллею, не посреди ЖК Челтенхэм, вот, и вот обычно встречное движение стоит сюда после работы. Сегодня вот едет, я поражен, поражен, время по восьмому, может быть, уже отстоялся, а утром, естественно, стоит в центр. Да, вот этот момент есть. С левой стороны проезжаем полицейский участок, ОВД, именно отдел полиции по, ну, это Хостинскому району считается, как бы, да, относится как бы к Мацестин. Вот, с правой стороны сейчас проезжаем, у нас, вы не видите, здесь ярмарка, тоже вторая ярмарка, слева еще магнит, то есть пропускаем, пожалуйста, леди, проезжайте, пожалуйста. Вот, то есть магазинам навалом, остановок навалом. Все хорошо? Единственный вопрос, это вопрос пропорный. Дальше, если вы едете туда, в обратном направлении, не как я сейчас еду в сторону центра, а в обратном направлении, тогда краево-армянское, нет проблем, езжайте туда, там есть частный сектор, есть земля. А у нас у одного клиента там тоже земля, я ему реально, вот мы ему, вот как есть, да, если услышат, мы ему на халяву, вот по фактически там, просто себестоимости помогли сделать уведомление на строительстве в надежде. Вот опять Роман Николаевич, я говорю, Роман Николаевич, ну давайте так, любой труд стоит денег. Он говорит, ну давайте, Дмитрий Александрович, мы сделаем человеку вот бесплатно, а потом мы построим ему дом и на строительстве дома заработаем. Я говорю, а давайте потом на строительстве дома, когда, собственно говоря, уже подойдет к этому вопрос, мы, может быть, что-то заработаем, да, то есть, ну естественно, любой труд должен быть оплачен. А сейчас мы ему помогаем, наши юристы, все помогают, все подключились, соответственно, кадастровые инженеры, все ему делаем, все ему рисуем, помогаем. Вы знаете, какие проблемы, как сложно получить уведомления о строительстве? И мы ему просто вот реально на халяву, фактически, под какой-то будущий там, непонятно, кредит доверия, делаем это уведомление, а он ему потом говорит, а я строить не хочу, не хочу, да. То есть, ну он мог сказать, я не хочу строить с вами, и так далее, а он просто сказал, а я строить не хочу, господа. И все, приехали, мы с вами приехали. В оконцовке, ну ладно, как бы, понятно, ничего не заработали, но после вкуса это осталось такое, знаете, что ты человеку сделал, что он позвонил тебе, сказал, я хочу, чтобы вы построили, а вы можете помочь с уведомлением на строительство? Вы сказали, а мы можем, а надо было просто взять и как за услугу, за услугу, заработать денег, да, то есть, ну хотя бы, хотя бы, знаете, взять там, ну хотя бы 50 тысяч рублей, я молчу, просто там на бензин, мы же, а мы туда ездили, мы несколько раз ездили, сейчас можно налево поехать и направо, по большому счету без мразницы, но мы давайте через бытку сейчас налево, направо пойдем. А здесь с левой стороны, смотрите, тропа здоровья Теринкур, известная тропа здоровья здесь вот с левой стороны, кстати. Вот, и мы сейчас здесь проем через город, может быть, где-то немножко какую-то пробку поймаем, а может не поймаем. Но вообще обычно надо налево, и там по объездной, вау, быстрее получается. Вот, а мы с вами сразу на курортный проспект сворачиваем и погнали в сторону Сан-Сити, в сторону, ой, я уже пробку, сейчас сюда, да, приехали. В сторону Сан-Сити, в сторону актера Галакси, господа, я не мчимся. Да, вот, значит, и вот такой послевкусие. А ведь человек позвонил, сказал, Дмитрий Александрович, мы хотели, чтобы вы построили. Пожалуйста, я говорю, хорошо, мы с Романом Николаевичем приемем на участок. Роман Николаевич у нас в этом плане добрый. Ну ладно, ничего страшного, съездили пять раз, потратили бензин, прожгли свое время и так далее. Дмитрий Александрович, как бы, нет, я считаю, что если вы обратились, если вы хотите, ну не тратьте время тогда. Я извиняюсь, если вас будет постоянно выдергивать там с работы там или откуда-то, и потом еще не будет компенсировать вам ни расходы, ничего, просто будет вами пользоваться, юзать. Ну это же неправильно. Актер Галакси, господа, товарищ у меня продает здесь два классных апартамента. Самая лучшая цена в комплексе. Ну там, конечно, надо иметь по 55, по 60, по 70 миллионов, чтобы покупать здесь. Но здесь есть и маленькие площади у нас тоже, пожалуйста, поэтому, если вы в бюджете, даже 20 с копейками, 30, обращайтесь. И вот справа Сан-Сити. Тоже есть здесь две перепродажи, клевые, крутые. Если вы хотите в Сан-Сити, пожалуйста, тоже лучше жить на курортном проспекте. И вам тут до моря, до всей инфраструктуры. Вот справа Срана автобусная остановка, рядом суд. Рукой подать, короче. Рукой подать. Вот, поэтому у меня есть обзоры на эти квартирки, на эти субстанапарты. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь, смотрите на канал. Вот, поэтому в каком районе, господа, жить? Ну, настолько все это субъективно. Вот, допустим, Мацесту проехали. Да, шикарно, шикарно. А кто-то скажет, не хочу, не хочу. Ну, и я, допустим, вот опять же, выбираем между Мацестой. Хотя Мацеста, в принципе, смотрите, Мацеста, после нее идет уже холост. И, в принципе, можно сказать так, что, господа, что как бы вот можно как бы выбрать либо Мацесту, тоже посерединке. Но Мацеста, она ближе, конечно же, к Сочи, чем к Адлеру. Но мне вот комфортнее в каштанах. Объясню почему. Потому что, во-первых, у нас не бывает пробок. То есть, у меня не бывает пробок. И у меня много реально клиентов, которые хотели купить себе последний, ну, может, не последний, один из клиентов, который хотел купить, я извиняюсь, что такое солнце, но что я сделаю, как бы вы картинку сейчас не видите, сейчас увидите, сейчас немножко проедем, и камера придет в себя, потому что она в шоке от такого, как бы это. Сейчас я, может быть, как-то это, ну, вот так. Вот, значит, один из клиентов приехал, мы хотим в Дмитрия Александрович участок. Я говорю, давайте, ну, мои погодки, Дима, туда-сюда, познакомились. Я говорю, ну, давайте, хорошо, ребята, мы с женой хотели построить себе дом, такие богатенькие ребята, кто-то с севера, не помню. Вот, и, соответственно, значит, давайте участок, а где хотите, на Мацесту. Ну, давайте, погнали, показали им Мацесту. Я говорю, вы не хотите в каштанах посмотреть? Они говорят, а зачем в каштанах, типа, да ты что, каштаны, это где-то какая-то деревня непонятная. Я говорю, нет, а вы просто посмотрите. Они приезжают каштаны, и через два дня мы покупаем участок в каштанах. Потому что они поняли, что такое каштаны, и вообще они локационно оценили, что им удобно и в Сочи, им удобно и в Адлер, им удобно и в Хосту. То есть они поняли, какой-то кайф. Насколько каштаны недооцененная локация, в принципе. Если бы у меня были оборотные средства, ну, хотя бы, там, не знаю, 20 миллионов рублей, да, я бы купил бы участок, ну, хотя бы 15, я бы купил участок в каштанах и построил бы в каштанах дом на перепродажу. Я знаю, что я бы его продал, вот, потому что, ну, недооцененное место. Именно там, не в Адлере около аэропорта должна земля стоить по 10 миллионов, а по 5 где-то, а именно там земля должна стоить, господа, по 5 миллионов. Потому что, когда скоро, в 26-м году будет уже построена трасса на Красную Поляну, мы с каштан будем ехать до Красной Поляны за 30 минут. Не час 30, как сейчас мы ездим, час 20, а 30. А так я еду каждый день с каштан 30 минут максимум до аэропорта и 30 минут максимум до аэропорта. А иногда, когда ко мне приезжают клиенты, я достаю сразу Ядекс-навигатор и показываю, говорю, смотрите, 23 минуты до аэропорта. Они такие, вау, отсюда, от твоего дома. Я говорю, да, пожалуйста, вот без пробок нормально все. Так что вот такая история. Поэтому для меня как бы каштаны, я не говорю каштаны, для меня каштаны, потому что Хоста, это у нас и, конечно же, Красная Воля. Это у нас и Иларионовка, что тоже мне, Воля мне нравится поменьше. Я там, если честно, особо ничего не продавал, хотя многим нравится, многие там поскупили каркасники и так далее. Иларионовка почему-то мне нравится побольше. Калиновое озеро мне безумно нравится, это если такая атмосфера немножко подальше, то есть вы будете уже добираться до Хоста не 10 минут, как я, а 30, но зато там, конечно, красиво озеро Калиновое, Ольховое, там по пути все эти каньоны, Новолищенского ущелья, каньон Чертовых Ворот, классное место для отдыха, где можно покупаться в реках, в банях попариться. Ну шикарные места, очень много дома отдыха, базы отдыха, всяких таких, знаете, где пришел, просто шашлычки пожарил, в бане, там дети погуляли, в теньке посидел, как бы кайфанул, отдохнул, там насладился природой. То есть вот такие вот места, и таких мест как бы предостаточно там именно, поэтому мне нравится, вот Калиновое озеро, я бы не проще иметь там как бы дачу, она не нужна на самом деле, нам их дома хватает, дом бы до ума когда-нибудь довезти, поэтому это так чисто. Там есть просто каркасники, классные как бы дома на Калиновом озере, которые там один еще продается, вот, ну там такое атмосферное местечко, знаете. Вот, кто-то, допустим, у меня есть товарищ армянин, он мне говорит, что она приставила сообщение, ему большой привет, он мне такой говорит, Лева его зовут, он мне говорит, Дим, 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 ну хватит нам сидеть, он на абсолютном серьезе, считает, что Кастан это какая-то деревня, сам он местный, живет на пластунке, где Гари, ну там полная шляпа, вот я эти районы вообще не воспринимаю. У меня там ребята, кое-кто из Узбекистана, наши ребята живут там, с которыми мы как бы строим, и я не могу, я не воспринимаю этот район вообще, это пластунка, ну как бы пластунка, опять же, вверх от пластунки, скажем так, вот, там Юртовский переулок, ну это просто что-то, это просто что-то с чем-то, там просто гора, полное какое-то отсутствие бетонной разбитой дороги, вот, вот этот поворот направо, вот этот, на бытху, и там я не очень как бы, да, там мне не очень нравится сюда, здесь вечная тоже пробка, сегодня нету страны, я удивлен, обычно здесь вечная Стоялово, оттуда, туда-сюда, сегодня странно, как бы пробок нет, я не знаю, может с чем это связано, вот, не очень пластунку, но хотя сама по себе Джапаридзе, Леселидзе, это прямые улицы, река есть, много опять же баз отдыха, речка классная, прозрачная, которая течет из Ореховских водопадов, и круто там, конечно же, купаться, мы в этом году обязательно даже съездим, съездим, покупать, вот с левой стороны здесь у нас, значит, продаются неплохо, прямо на курортном проспекте, можно купить здесь, называется жилой комплекс Магнолия, статус жилые помещения, ну, клевое, то, что здесь, как бы, прямо, и можно в сторону моря, там, купить себе, да, есть на продаже, на перепродаже у нас есть там один, вот, а поэтому Джапаридзе, Леселидзе, да, пластунка согласен с Ромой, то, что она именно, как бы, прямая, ровная, не надо никуда в горы, вот это, там, прыгать, куда-то, куда-то, что-то, и ты, как бы, в окружении гор, в этом плане круто, но на пластунке тоже все время стоит пробка, всегда, и в сезон, и не в сезон, на этой улице, ну, она едет, она не то, что прям стоит, она, ой, направо, куда я поехал, я извиняюсь, забыл, да, вот, да, вот в Москве за такое нарушение сразу, как бы, тебе пролетает штраф, не помню, полторашка или сколько, а в Сочи тебе говорят, да, больше не делай, то есть, больше не пересекай, одну сплошную линию по направлению движения не пересекай, как бы, да, вот такая вот здесь история, как бы, да, вот, секундочку, сейчас мне кто-то звонит, по-моему, Роман Николаевич, Роман Николаевич, я в эфире, ну, что ты, я не буду это вырезать, ну, не вырезай, конечно, что ты хотел, через 34 минуты будет, я тебе сказал, через 34 минуты, к логопеду сходи, к логопеду, я тебе сказал 34, а ты послушай, я как дурак стал, стою, жду его, жду, ладно, пошел я домой, я через, я через 11 минут буду подъезжать, давай, через 1 минуты, давай, логопеду, 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 я сейчас сказал, через 34, какие 34? 39, 35, давай, давай, так, давай, так, проехали, значит, муравей, здесь рынок у нас здесь хороший на улице, транспортный, классный, такой крытый, как бы, ну, рынок такой, значит, я ему говорю, я сейчас подъеду, у нас там, это, совещание, значит, сегодня по ремонтам все будем там обсуждать, все там, разбирать ситуацию и так далее, там, есть свои нюансы, моменты, как бы, да, опять принимать какие-то кардинальные решения, потому что клиенты вешаются нам на шею, требуют много, платят мало, вот, но они, видите, вдвоем на меня, как бы, вечно наезжают, Саша с Ромой, что нужно держать цену 15 тысяч за метр квадратный, держать, продолжать работать на имя и типа от 8 тысяч делать ремонт, ну, хотя бы на 50 квадратных метрах, а так 10, допустим, ставить цену, я им говорю, давайте повысим, есть клиенты, давайте повысим цену до 17 тысяч за квадрат, потому что клиенты все равно есть, люди обращаются, люди доверяют, люди, ну, вы понимаете, там, 30-25 квадратных метров, ну, несущественная разница, а мы хоть каким-то образом можем хоть немножко маломальски увеличить прибыль, которая нам нужна потом, чтобы где-то, где-то перекрываться, потому что, ну, бывает, что-то приходится доделывать, переделывать за свой счет что-то, что-то, по-разному что-то бывает, понимаете, говорю, как есть, да, там, масса нюансов, моментов, нет, они у меня стоят на своем, что нет, надо, как бы, держать и все, и, как бы, есть несколько квартир, вот, прям, ни одна, ни одна, ни две квартиры, которые мы сделали и сработали в ноль, ну, там, плюс 10, плюс 20 тысяч, представляете, то есть компания не заработала даже просто банально-то 50 тысяч рублей, да, мы выживаем, а за счет чего вы же выживаете, ну, многие спрашивают, я говорю, ну, потому что посчитайте, 10 квартир, с каждой квартир, допустим, там, 50 тысяч рублей, например, при наших ценах, это уже 500 тысяч рублей, заплатили налоги туда-сюда, где-то какие-то расходники, в любом случае, они все есть, эти расходники, и остается, грубо говоря, там, за два месяца, там, из 500, 500, остается 300, 300, там, поделили, попилили, как бы, какая-то копеечка прилетела, да, нас только-то трое, как бы, компаньонов, да, вот, поэтому с оборотов, с оборотов у нас получается, но я объясняю, что люди способны платить, люди пугаются, что у нас такие маленькие цены, головников-то много, или, говорю, давайте вообще переходить в элитные ремонты, не будем делать комфорт и эконом-ремонты, нет, они настаивают на этом, потому что поток есть, люди обращаются, людям нравится то, что мы делаем, кстати, господа, мы делаем ремонт, и 15 тысяч за метр квадратный, с предчастовым материалом, это уже входит, звонят люди, я вот сколько не записываю видео, все равно люди набирают, Дмитрий Александрович, а мне, женщины там, основном, да, а нам не понятно, а что входит, я еще раз, давай опять, не, нам не понятно, не, не, знаешь, как последняя женщина позвонила с альпийского квартала и говорит, а мне не понятно, мне надо мужу объяснить, представляете, то есть она мне звонит и говорит, вот мне надо мужу объяснить, он не понимает, я говорю, пускай мне наберет, не, не, я сама, говорит, ему объясню, я говорю, значит, 15 тысяч, туда входит все, черновая, а провода входят, я говорю, черновая электрика, полностью мы закупаем провода по ГОСТу, входят все кабели, а трубы, я говорю, черновая сантехника, разводка всех мокрых точек, входит туда однозначно, а хорошо, а стяжка полная входит, я говорю, стяжка полная входит, у нас нету допа даже на стяжку, представляете, то есть, ну, все компании говорят, это доп, берут дополнительно две-три тысячи за квадратный метр, потому что там и действительно это стоит денег, сама стяжка стоит денег, допустим, там тысяч сорок, например, и плюс, ну, и плюс, если есть компании, которые заставляют эту стяжку лить, ну, комплексы, они у них льют монополист, они не дают вам заливать самим, да, вот, а есть, а есть, значит, что я хотел сказать, стяжка, да, ну, ладно, очень короче, а есть же теплые полы еще, и у кого-то висит двуконтурный газовый котел, а следовательно, это все еще теплые полы, да, кто-то говорит, а я не хочу, там, такие трубы, обычно, давайте мне рехау, там, то есть, ну, хорошо, доплачивайте, обычные трубы и коллекторная группа у нас входит, мы за это денег не берем, а сколько берется техник за сборку, коллекторная группа, позвоните, спросите, самый дешевый в Сочи, 20 тысяч за сборку, так ее надо еще купить и собрать, и поэтому, когда мы берем 30 квадратных метров, люди, не мы, а когда берут дополнительно компании 2-3 тысячи за квадратный метр, то есть у вас есть, допустим, 30 квадратных метров, да, например, 30 квадратных метров, и они вам говорят, будьте любезны, 30 тысяч, ой, 3 тысячи с квадратных заплатите нам за, значит, стяжку пола и за, соответственно, разводку, и они правильно делают, потому что у них 60 только уходит себестоимость, а мы это делаем из своей прибыли, в итоге, грубо говоря, прибыль оказалась 120, по концовке на вот эту всю ситуацию пустили, отлично, с одной квартиры делали сейчас ремонт, в одной квартире в квадратах, вы не поверите, я знаю, что вы не поверите, 30 тысяч рублей, господа, получилась прибыль с ремонта, то есть мы там все сделали, учли все пожелания, объяснили заказчику, заказчик сказал, да, молодцы, но вы же обещали мне это сделать, мы даже дополнительно сделали того, что не должны были делать, но в оконцовке мы хорошие, но вы же знаете, что по ремонтам к вам не возвращаются люди, заказчик же нам интервью не дает, что господа, такие молодцы, мне все сделали за 15 тысяч за квадрат, все сделали, как обещали, там тьма перегородок, тьма углов, тьма оригелей, мы все это, а это все штукатурка, шпатлевка, это все цены за квадрат, это все берется, понимаете, за погонный метр, кто принимает ремонт, кто разбирается, и в оконцовке мы 30-ку получили, это просто грязными деньгами, ну как бы чистыми, прибыль, но это же надо еще все равно, там налоги туда, ну и что вы думаете, вот так, господа, такое тоже бывает, это сейчас такой крик души, хотел про район рассказать, в итоге углубился во всю эту шляпу, поэтому еду на совещание, в 9 вечера совещание, сейчас будем, короче, ругаться, сидеть опять все там, почему у нас по ремонтам такие мизерные, короче, доходы, а суеты просто немерено, тьма суеты, тьма, вот, я сейчас опять буду газовать, давайте сделаем хотя бы 17 тысяч, хотя бы за предчастовой ремонт, за квадрат, а они меня будут сейчас убеждать, что нет, надо еще год поработать на имя, а потом уже будем, как бы, делать цену, ну, как бы, и в этом есть правда, и в этом есть правда, как бы, да, ну, хоть бы кто-то спасибо говорил, хоть бы кто-то интервью давал, бывает покупатель какой-нибудь, нет-нет, да, снимет отзыв, скажет, Дмитрий Александрович, спасибо, оказали качественную услугу, бла-бла-бла, а хоть бы по ремонту, хоть кто-то сказал бы, я хочу записать интервью, спасибо, все говорят, мы не хотим сниматься, мы не хотим сниматься, мы не хотим сниматься, вот, ну, вот такая вот история, так, поэтому район, вот, допустим, Рома живет здесь, на Бойково, и он говорит, ну, это лучше район, вышли пешком, сходили в школу, рядом с Жилой Копольской Красной площади, кстати, там три квартиры классные с ремонтом, есть просто бомба с панорамным видом на море, да, цене кусаться, но если хотите на Бойково в Красной площади жить в Жилом Копольской, обращайтесь, вот, и в Парусе есть, в Парусе есть такая квартира, просто улет, вид на морпорт, просто вот так вот стоишь и просто падаешь, просто падаешь, потому что, ну, пропускаю, я культурный водитель, это Сочи, Краснодарский край, хорошего вечера, всяк, благ, счастья, здоровья, любви, я бы не а, вот, поэтому, дорогие друзья, а Рома говорит, Бойково лучше района, я не представляю, как я открываю здесь дверь, бежит у Ромы частный дом, и у него справа слева многоэтажки, 15 этажей смотрит ему во двор, но он плевать хотел, он там поставил такую, как бы, навес, как бы, жарит шашлык, слушает музыку до 11 часов, если ему надо, там все гости приезжают, заказчики, клиенты, там много, приезжают инвестора, вот, и он плевать хотел на всех, как бы, да, то есть в своем ритме человек живет, вот, но я не представляю, для меня это не мой район, я, если бы не сказали поменять свой дом в Каштанах на этот дом, хотя у него дом стоит, там, я не знаю, кратно-кратно дороже, чем наш, но я бы не поменял, земля, только 10 миллионов сотка земля, вот, кстати, ФРС, доехали, сколько, 26 минут, с Масеста, с края земли, вот, ФРС с правой стороны, и вот они пошли на Войкова, здесь полно всего, сейчас я ему наберу, чтобы он выходил, я хочу сейчас, это, с ним пойти, этот, чайку попить, этот, обсудить кое-что сначала, предварительно, а потом уже будем на совещании сидеть, нервничать. Вот, дорогие друзья, поэтому районы разные, кто-то говорит, Тимирязево, отстой, а по мне, Тимирязево, как бы, нормально, кто-то говорит, Донская отстой, алло, Роман Николаевич, я подъехал, вот, кто-то говорит, Донская отстой, а кто-то говорит, нормально, но для меня Донская отстой, вот, не очень, у меня сейчас клиент позвонил на днях, у меня 4 миллиона налички, я знаю, что у вас есть, я говорю, у меня есть на Донской, малосемейка, я говорю, есть, но она 4 300, нет, давайте за 4, я говорю, ребят, там комиссия 150 тысяч рублей, ну, давайте еще полтинник сброшим, ну, дальше уже некуда опускаться, вы что, господа, вот, не давайте 4, ну, а концовки сделка не прошла, нет, вы можете, я знаю, туда-сюда, вы лучше, я посмотрю, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, в общем, это улица Тупикова, посмотрите, здесь право-слево, здесь ставить машины нельзя, нигде, не здесь, не справа, не слева, и тем не менее все ставят, понимаете, все ставят, видите знак, нельзя, нигде нельзя ставить ничего, и все ставят, поэтому, знаете, вот какой район, вы выберете, вы приезжаете, летаете, садимся в машину, вот красная площадь с правой стороны, жилой комплекс вы прилетаете господа мы с вами садимся в машину объезжаем все и вы соответственно наслаждаетесь наслаждаетесь и соответственно вот роман николаевич допустим у соседа стоит у с левой стороны видите у него машина стоит вот он прадик и он здесь ставит как бы я я где мне называется человек посмотрите ничего все шортах вышел сейчас все расслабончики и погнали полный газ сейчас я подвинусь а то он не поместить и какая комплекция человек человек-то комплекции серьезный кушает хорошо спит хорошо да да листовки да хорошо что вас микрофона нету и аккуратно присаживайтесь пристегивайтесь поедем сейчас вкусно покушаем семья все мы погнали вечером совещание проведем прямом эфире вас обнимаю подписывайся ставил лайки очень благо благо все дела мы на связи всегда обнял